Здравствуйте! В эфире программа «День города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. 78 лет со дня годовщины Победы в Сталинградской битве. В Рязани почтили память героев. Самые беззащитные. Жительница Рыбного заключена под стражу из-за издевательств над собственными детьми. 100 граммов в кармане. В Рязани вновь задержан наркокурьер. На этот раз он распространял синтетические наркотики. И монеты славы. В библиотеке имени Горького открылась выставка памятных монет. На площади Победы состоялось торжественное возложение цветов в честь 78-й годовщины Победы в Сталинградской битве. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и политическая элита региона. Губернатор Рязанской области Николай Любимов возложил цветы первым. Затем память героев Сталинградской битвы почтили минутой молчания. Трехкратный салют, живой оркестр, на плацу вся политическая элита Рязани. Ну или почти вся. Это дата из тех, что не пропустишь, даже в мороз. Поэтому в своей очереди возложить цветы первые лица области ждут терпеливо. 78 лет победе в Сталинградской битве для этого поколения не строчка в учебнике истории, а героическая веха Великой Отечественной. Первым к монументу победы подходит Николай Любимов, затем представители власти и ветеранских организаций. Тех, кто еще помнит события 43-го, с каждым годом все меньше. Но дело живет. Мы представляем организацию Рязанской области, составляющую 32 района Рязанской области. Это примерно 321 тысяча на сегодняшний день. Когда нас избирали полтора года назад, было 331 тысяча. Вот видите, за это время, за полтора года ветераны уходят. И, конечно, тот, кто принимал участие в Сталинградской битве, вы понимаете, что это одно из самых краково-пролитных побоищ было вообще в истории человечества. Люди просто невыносимые условиями. Но если вода горела, что можно сказать о людях и о земле? Никто не забыть, ничто не забыть. И сегодня это один из лозунгов ветеранов Рязанской области. О каждом живом участнике войны, о самом младшем из них 87, сняты специальные сюжеты со свидетельствами той эпохи. Патриотическое видео будут распространять в трех экземплярах. Один из них попадет в музей, как учебное пособие для молодого поколения. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Прошедшей ночью в Октябрьском и Московском районах Рязани была проведена уборка остановок общественного транспорта. После обращения жителей специально был приведен в порядок также остановочный комплекс «Дягилевский городок». Всего на улице вышло 146 единиц техники, полсотни человек работали лопатами. Поздний вечер, Рязанская дирекция по благоустройству. Из ворот на улицы города уходит целый парад тяжелой техники, камазы, тракторы, снегопогрузчики и сразу в бой. После температурных перепадов снег укрепился наледью, поэтому на противостояние со стихией брошены все силы. На ножи ставят все крупные валуны на обочине. На улицах работает около 100 единиц техники. Уже вывезено около 3,5 тысяч кубометров снега. На обработку от наледи потрачено больше 600 кубометров песко-соляной смеси. Обрабатываются дороги по маршрутам следования общественного транспорта. Также сегодня будут обрабатываться круги, где общественный транспорт останавливается, разворачивается. Обрабатываются они песко-соляной смесью или реагентом. Работа продолжается после снегопада. Работы не прекращаются. То есть было произведено подметание, посыпка улицы проездов города, а также вывоз. Для тяжелой техники нет запретных территорий. Чистят от снега не только дороги, но и пешеходные зоны. Поэтому проезд через ворота на Театральной – это забота о рязанцах. Официальные цифры ночной охоты. Помимо улиц от снега очищено 97 пешеходных переходов, 20 лестниц опорожнены от мусора урны, с городских улиц убраны несанкционированные рекламные объявления. Охота на стихию продолжается. Максим Васильев, телекомпания «Город». 20 января в детскую областную клиническую больницу поступили два ребенка. Мальчик двух лет был сильно избит. Выяснилось, что дети живут в непригодных условиях. Прокуратура провела проверку по этой ситуации. По версии следствия, подозреваемая, являясь матерью малолетних, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию детей. Не кормила и мер по обеспечению питанием детей не принимала, что повлекло причинение им физических страданий. Прокурором Рыбновского района поддержано заявленное перед судом ходатайство следователя Рязанского районного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жительницы Рыбнова, подозреваемой в истязании и жестоком обращении со своими малолетними детьми 2019 и 2020 годов рождения. По данным фактам, органами следствия возбуждены уголовные дела. Постановлением Рыбновского районного суда ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой удовлетворено. Поймали с поличным. В нашем регионе сотрудники по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из МВД задержали закладчика. В кармане у него нашли 100 грамм синтетики. В Рязани поймали неправильного Деда Мороза. Он тоже ходил по городу и оставлял подарки, но совсем неправильные. Под кустами или деревьями мужчина оставлял так называемые закладки с наркотиками. Оперативники УНК получили информацию о том, что 31-летний житель Михайловского района поселился в Рязани на съемной квартире и выполняет задание интернет-магазина по сбыту наркотических средств. Полицейские задержали закладчика на московском шоссе. Провели личный досмотр и обнаружили пакетик в кармане. В левом кармане курточки изъят полимерный сверток с веществом внутри. Позже оперативники узнают, что сверток этот весит около 100 грамм. И в нем синтетические наркотики. Это оптовая партия, предназначенная для дальнейшего распространения. Следующие кадры – продолжение оперативной съемки. Мужчина находится на той же улице, где его задержали. Он указал на место закладки, где оперативники обнаружили еще один грамм наркотиков. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все факты противоправной деятельности арестованного, каналы поставки и сбыт наркотиков, а также его сообщники. Правоохранительные органы уже заявили, что мужчина – только часть организованной группы закладчиков интернет-магазина, которая распространяла синтетику в нескольких районах Рязанской области. Теперь перед полицейскими сеть задача – найти остальных фигурантов. Валерий Седов, телекомпания «Город». 1 февраля в зале заседания ученого совета Рязанского государственного университета имени Есенина состоялся всероссийский семинар «Климатические изменения. Вопросы ограничений выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям». Мероприятия в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, прошли в смешанном режиме. О том, что климат на Земле заметно меняется, спорить не приходится. Одни страны страдают от аномальной жары, другие – от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест. Экологи не одно десятилетие говорят о глобальном изменении климата, включающем увеличение средней годовой температуры, вызывающей таяние ледников и повышение уровня мирового океана. Помимо потепления происходит разбалансировка всех природных систем, которые приводят к изменению режима выпадения осадков, температурным аномалиям и увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи. Сегодня мы в гостях в Рязанском государственном университете имени Есенина в рамках международного проекта, российско-британского проекта, который посвящен вопросам климатических изменений. Мы будем обсуждать прежде всего вопросы адаптации, но до некоторой части и вопросы сокращения выбросов парниковых газов, вопросы сокращения негативного воздействия. В обсуждении проблем приняли участие преподаватели Института естественных наук РГУ имени Сергея Есенина и группа приглашенных специалистов, которые владеют новейшей научной информацией о том, что происходит с климатом, каковы тенденции и чем все это может обернуться для мировых экономик. В рамках семинара выступают как российские специалисты, так и британские специалисты. С нами работает Институт международного развития, очень известный эксперт Пол Сейерс. Ему можно будет задать вопросы, потому что Британия вопросами адаптации занимается очень давно. Остров. Среди участников – сотрудники Московского НИИ, Центра экологической промышленной политики, представители Министерства природопользования Рязанской области. Результатом семинара должны стать идеи, которые помогут решить некоторые проблемы изменения климата, конкретно в нашем регионе. Узнать о зимних видах спорта можно не только из новостей. Банк России подготовил необычную фотовыставку под названием «Монеты славы». Здесь представлены памятные монеты, посвященные как событиям отечественного спорта, так и самим спортсменам. На памятной серебряной монете с изображением известной советской лыжницы Галины Кулаковой выгравированы самые мелкие детали – складки одежды, пряди волос и даже символика страны. Художник проделал сложную и кропотливую работу, в результате которой и получилась красивая и драгостоящая монета со спортсменкой. И это только одна работа на фотовыставке под названием «Монеты славы». Здесь представлены наиболее значимые и интересные монеты о спортсменах, спортивных достижениях и значимых спортивных событиях России, начиная даже с Российской империи и до настоящего времени. Первая памятная монета была выпущена в 80-м году и посвящена она Олимпиаде 80. С тех пор таких монет стало больше. Делают их из золота, серебра, а также медно-никелевого сплава. На крупном фотопанно можно рассмотреть мельчайшие детали мелкой пластики – работу художников, которые трудились над их созданием. Наиболее известна монета юбилейная, которая выпущена в 2014 году. Она была приурочена к Олимпиаде зимних видов спорта в Сочи. Эта монета выпущена уже с уникальным видом лазерной шлифовки. И имеет в своем создании все современные технологии создания монетного медальерного искусства. Всего в России было выпущено 200 памятных монет. Для фотовыставки отобрали самые красивые. Сама экспозиция будет работать до конца февраля в библиотеке имени Горького. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона вы можете узнать на сайте город62.тв. На этом я с вами прощаюсь. До встречи!